20 минут о красивой жизни на 31 канале. Это Бьюти Тайм. Всем здравствуйте! 90 минут сценического времени, 13 сюжетов, профессиональные модели, дети, а также директора и учителя челябинских школ. Парад моды на Кировке каждый год представляет новую концепцию шоу под открытым небом. Дивиз фестиваля стильно, модно, креативно. Фактически в течение всего года мы ищем сюжеты, которые бы подошли для показов. Надеюсь, что зрителям понравится. Это опять будут мини-спектакли на каждый показ. Это будет много спецэффектов. Конечно, новая одежда, потому что мода меняется, мы стараемся за ней поспеть. В показе с пуховиками у нас будет битбоксер и граффити будут рисовать, пока мы будем на протяжении всех наших проходок. А в показе с шубами у нас уже будет такой более королевский выход. У нас будут короны. В общем, все будет очень красиво и классно. В параде моды на Кировке участвую, наверное, раз в пятый. Если честно, я уже сбилась со счета. Сегодня у меня три выхода. Первый выход – это магазин женской одежды «Тааруга». Мы будем представлять верхнюю одежду. У меня очень классная такая розовая шубка. Я думаю, вам она тоже понравится, достаточно стильная. Второй выход – это у нас дизайнер Чубаева плюс Иванова. Это будут украшения и красивые очень платьишки. И третий выход, наверное, самый интересный. Он у нас будет вместе с живой собакой происходить. Называется он «Охота». То есть мы там будем такие стильные, дерзкие. Прямо как слоган нашего сегодняшнего мероприятия. Каждый перформанс тщательно готовится несколько месяцев. В последние дни обычно проходят примерки и прогоны. В течение этого года создавали из брендовых тканей. И оказалось, что у нас перекликаются, как-то вот прям они, не знаю, как-то соединились вот прям воедино. И настолько это мне так и понравилось. И у меня прямо, знаете, такой раз – щелчок. Ну это же вообще, просто сам Бог велел, это надо показать. Просто людям нужно показать. Здесь совершенно простые вещи. То есть это городская мода стрит-стайл. Но, тем не менее, здесь есть элементы и спортшика, есть элементы и чистой, прямо даже чистой воды классика. Но, тем не менее, красивый чем, что там такие камазки именно летние, там хочется настроения, знаете, солнца хочется. Просто праздников. И вот мы делаем этот праздник. И радует то, что и нашим людям это нравится. И они ждут, понимаете? То есть парад моды, люди ждут уже и спрашивают, а когда, а чего. Долго мы вообще планировали участвовать на Кировке, давно мечтали. Значит, была идея создать свой бренд. И вот, значит, это как раз и будет презентация нового бренда «Чума». Конечно, очень дерзкое название, но так как я Чубаева Мария, поэтому все лаконично звучит. Коллекция будет непринужденная элегантность. То есть вдохновением для нас служит женщина. Женщина полностью во всех его проявлениях. Это энергия, чувственность, сексуальность. Поэтому коллекция – это сочетание острокритичности, получается, именно элегантности. Все элементы у нас упрямлены вручную именно для декора. Сюрпризом для жителей Челябинска стала этническая коллекция московского дизайнера «Зухра». Пригласили очень неожиданно, можно сказать, буквально недели две, наверное, тому назад я узнала об этом мероприятии. Вот. А коллекция в этно-стиле, она связана с национальным татарским костюмом в данном случае. И, как вы заметили, у нас девушки все покрытые, кроме лица и кисти и рук ничего не видно. Это, естественно, связано с исламской модой. Давно изучаю историю костюма, и моя национальная принадлежность об этом говорит. Мне очень интересно именно татарский костюм. Поэтому, ну, плюс к тому же это очень красиво. Большинство зрителей традиционно посещают парад моды всей семьей. Многие пришли поддержать своих детей, коллег и друзей. И, несмотря на то, что в этот день обещали проливной дождь, погода оказалась на стороне зрителей. Дефиле на Кировке прошло в теплой и дружественной обстановке. Когда в 90-е годы в Челябинске стали появляться первые салоны и бутики, мало кто мог предположить, что эти бренды станут настоящей модной историей нашего города. На юбилеи известной сети салонов одежды и обуви побывала программа «Бьюти Тайм». Концентрация стильно одетых VIP-персон нашего города говорит о том, что повод, который собрал их вместе, по-настоящему весомый и значимый. 20 лет назад в Челябинске открылся первый салон 21 век. Когда мы открывали «Бьюти» 20 лет назад, то есть мы сразу же его назвали 21 век. 21 век – это как, ну, мы идем в будущее сразу же. Был еще 98-й год. И мы мечтали о том, чтобы наш магазин был самым лучшим в городе, чтобы у нас были самые лучшие марки. И покупатели всегда были и оценивали нашу работу. А что такое оценивать нашу работу? Мы, когда видим людей в нашей одежде, в нашей обуви, то мы очень признательны, что люди оценили то, что мы стараемся и везем в свой город. Бизнес в России – дело очень непростое, а 20 лет успеха вообще приравнивается к подвигу. Не всегда все получается. У меня много было в жизни моментов, когда падаешь, но всегда выдыхаешь, встаешь и делаешь следующий шаг. Девиз нашей семьи – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Этот девиз у меня практически с юности. И второе – вперед, вперед, вперед и ни шагу назад. Несмотря ни на какие трудности. За два десятилетия удалось собрать вокруг себя настоящих ценителей премиального европейского качества. 21 век ВИП – это самая красивая, самая стильная, дорогая, шикарная одежда. Это самые модные луки, самые модные тенденции. Вот, например, у меня в этом году была свадьба у дочери. Ну, куда мне идти? Меня здесь одели, обули, нарядили. И я по полной программе пошла на свадьбу с моей дочерью. Мне нравится здесь все. Сама атмосфера, их отношения. Чашка горячего вкусного кухня. Показ с участием гостей – неотъемлемая часть модных вечеринок. В сезоне «Осень-зима-2019» по-прежнему актуальными окажутся оверсайз, удобный расслабленный стиль в дизайнерской подаче, спортивные элементы, проникающие в классику и кэжуал. Также итальянские и французские дизайнеры предоставляют возможность продемонстрировать в новом сезоне стройную фигуру. Я желаю им фортуны, удачи, успеха, процветания, здоровья всем женщинам, которые организовали этот бутик, которые открыли этот бутик. Ольге, Юле, Ирине Леонидовне и всем девочкам, которые работают внутри бутика. Те традиции, которые они установили, добросовестности, честного отношения к своему делу, любви к клиентам и так далее, они на самом деле настоящие. Это подкупает и хочет, чтобы это было и дальше. Это такой островок доверия, дружбы, взаимоотношений настоящих, ценных, которые не ценные, а бесценные, наверное. Столько людей, столько красивых людей. Вот такая организация, место. Ну, потрясающе. Я могу только за них порадоваться и пожелать им еще через 20 лет встретиться. Пусть будет всегда 21 век с нами. Любовь и признание, пожалуй, и есть та самая движущая сила, которая позволяет столько лет оставаться в лидерах, справляться со сложностями и двигаться дальше. И пусть все до одного желания, загаданные в этот вечер, обязательно сбудутся. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Это «Бьюти Тайм» далее в выпуске «Мода как бизнес». Историю людей, которые решили посвятить себя фэшн-индустрии и смогли добиться в этом больших успехов. Основанный в 2000-м, модный дом «Я» одним из первых предложил жительницам нашего города высокую моду в исконном смысле этого явления. Индивидуальный дизайн, идеальная отделка, эстетическое и технологическое совершенство, сформулированные 16 лет назад сверхзадачи предприятия, не меняются до сих пор. Я попала в модный дом несколько лет назад. И в то время мы праздновали год нашему предприятию. А сегодня мы празднуем уже 16-летие. И уже когда я появилась в команде, у нас появился салон ткани. Я пришла в модный дом «Я» за тканью для своего свадебного платья. Ну а потом пришла сюда работать. Когда я сюда шла, это уже было известное предприятие с заработанным имением. Первый месяц я присматривалась. Я была больше в стороне. В результате затянуло. Настолько творчество взяло вверх, что как-то оказалось в гуще всех событий. Сначала, может быть, человек опять же приходит нахохлившись и далеко не уверен в том, что ему вообще это надо. И нужен этот модный дом. А в конечном итоге это просто одна большая семья. Каждая вещь обязательно строится конструктором. Это инженеры, это люди, которые на бумаге строят конструкцию каждого изделия. Это очень кропотливая, это очень высокоуровневая работа. Есть 100% авторский почерк предприятия. Это вот вещь из модного дома, я узнаю, наверное, вообще там из тысячи. Я знаю практически каждую вещь изнутри. Мы делимся творческими идеями, мы делимся конструкторскими новшествами. Они перфекционисты. То есть все должно быть идеально до последней буквы, до последней строчки, до последней закрепки. То есть от начала, что называется, от покупки ткани до конечного изделия. Все люди, которые сюда попадают работать, они не случайны. Мы все подружились, все друг друга поддерживаем, помогаем друг другу. Не сидим на месте и не даем друг другу сидеть на месте. И Ярослава тоже определенный двигатель. И еще у Ярославы есть замечательное качество. Это умение разглядеть в людях больше, чем они сами в себе могут увидеть. Увидеть перспективы их дальнейшего роста. И она не ошибается. Каждый из членов команды увлекается, увлечен вот этим вот процессом. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. То есть вот это вот одно за другое цепляется. Мы настолько друг друга хорошо знаем, что все заинтересованы в той атмосфере, которая сейчас есть. То, чего мы достигли, это благодаря тем людям, которые здесь работают. Благодаря тому, что мы сплотились в одну большую, хорошую команду. И то, что у нас сейчас есть, наверное, это неотъемлемая часть каждого из нас. Очень интересно наблюдать трансформацию клиента за 16 лет. Если раньше я ношу только классический стиль, то теперь мы пробуем абсолютно разные направления. Это в основном те люди, которые в постоянном поиске, которые постоянно реализуют свои какие-то мысли. Это творческие люди, у них есть свой взгляд на жизнь, на вещи. Но объединяет их то, что они хотят быть индивидуальными, стильными, модными, красивыми. И очень хорошо, что мы вкладываем хоть какую-то частичку в их красоту. Они в первую очередь идут за качеством и индивидуальностью. Можно поменять слова за индивидуальностью и за качеством, но одно без другого быть просто не может. Они делятся своими идеями. От этого рождаются и гардеробы, абсолютно новые индивидуальные гардеробы. Мы всегда думаем, к чему нам двигаться дальше. И одной такой ступенью было – это работа с мехом. То есть мы почувствовали, что нашим клиентам это нужно, что они хотят уже шить более сложные виды одежды. И мы решились на работу с мехом. Для меня источником вдохновения является смена времени года. Вот, допустим, наступила осень, приходят новые ткани, они уже теплые, они совсем другие, не такие, как летние. И когда мы распаковываем ткани, я сразу вижу, что вот эта ткань будет одной клиентки, а эта другой. Потому что я их уже знаю, знаю их предпочтение. И ты понимаешь, что вот оно сошлось там в голове, да, вот ей это прям будет хорошо, нужно, необходимо. И как-то это происходит молниеносно. Раз, и идея сразу приходит. Я даже иногда не могу себя сдержать. Столько эмоций в этот момент вкладываешь, что человек прям тоже загорается и говорит, да, всё, я хочу. И в итоге на одном дыхании получаются вещи. Не всегда это вдохновение с подиумов, не всегда мода является отправной точкой. То есть мы создаём образ, опираясь на модные тенденции, но и в основном это, конечно же, наша повседневная жизнь. Даже те, кто у нас не шьёт, а только покупают ткани, они обязательно приходят похвастаться и показать, что в конечном итоге получилось, во что мы их вдохновили, и показать конечный продукт. Я здесь работаю уже 10 лет, но до сих пор помню нашу первую встречу с Натальей. Она мне тогда сказала, что главный лозунг на предприятии – это то, чтобы относиться к клиентам с искренним радушием, обязательно искренним. Вообще надо искренне любить свою работу и быть честными. Для нас это, наверное, самое главное. Тогда, когда ты бежишь на работу, тогда, когда ты горишь на работе, когда ты думаешь о работе где-то, находясь, когда есть возможность заработать и делать то, что ты любишь, это замечательно. Это Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Говоря о костюме в женском гардеробе, всегда лучше уточнять, будет ли это сочетание жакета с юбкой или же это брючный костюм. На последних остановимся подробнее. Еще недавно стилисты рекомендовали носить по отдельности верхнюю и нижнюю часть костюма, но в последнее время в тренде именно комплекты. И носить их можно каждый день, даже если того не требует дресс-код. Если выйти за рамки представлений о классическом костюме, то перед нами открывается целый мир дизайнерских фантазий, в числе которых, например, вечерний вариант костюма. Ну и, наконец, полюбившаяся многим идея нарядной демократичности. Ее еще называют спортшик. Костюмы из ткани высокого качества с изящными декоративными элементами для неформальных ситуаций. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Шесть красных фольксвагенов пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании Макфа достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код – зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Сюжеты «Бьюти Тайм» в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и медстудию Елены Ивановой. Субтитры подогнал «Симон»!